Медиагруппа Авангард представляет Сокфоруму 77 год существования, он начался в 2015 году, наверное, многие помнят. И мы решили, что на самом деле, поскольку он не седьмой, а чуть другой, но про это мы расскажем завтра на закрытии, попробовать подвести некоторые итоги. Ведь действительно тематика соков, она, наверное, с начала 2010 года возникала, может чуть раньше. И мы попробовали, хотели собрать команду, которая так или иначе стояла у истоков, старейших соков России, и поговорить про то, что было, какие были перетрубации, изменения по дороге, что менялось в технологиях, что менялось в запросах внутренних заказчиков, что менялось в злоумышленниках, и как эта система соковская, создаваемая достаточно давно, эволюционирует к текущему времени. Собственно, представители в разные годы старейших соков на этой сцене, кто-то отказался прийти, внутренний пиар не согласовал участия, но тем не менее. Представляю, Сергей Валуйский, Сбербанк, Андрей Дугин, МТС, Евгений Горбачев, Газпромбанк, и Сергей Солдатов, прошедший долгий путь из одного из самых первых соков ТНК через Роснефть в лабораторию Касперска, в общем, всю жизнь в соках. Ну и я, у меня в следующем году будет десятилетие нашего первого коммерческого сока, 14 апреля будем поразновать юбилей, поэтому, в общем, я считаю, что я тоже могу по этому поводу немножко повысказываться. Вот таким составом мы собрались пообсуждать. Давайте попробуем вернуться немножко назад, не знаю, год в 11-й, в 12-й. Андрей, наверное, попросил бы тебя начать с Сергеем, как-то вот как вся эта история начиналась в свое время у вас в МТСе, что было в руках, что было в технологиях, как вообще был подход устроен, насколько это было далеко от того, что происходит сейчас, наверное. Какие задачи решали в первую очередь? Ну, если брать 11-й, 12-й года, то в это время у нас уже пришли вплотную к необходимости централизации событий, плюс, кроме того, мы уже там потестировали парочку СИЭМов, если кто помнит, даже когда-то были такие прародители СИЭМов, как NetForensics и Cisco Mars, которые сейчас уже практически на рынке не представлены. Мы их прошли еще там до 10-го года. Поэтому в 11-й, 12-й года нас уже вплотную привели к необходимости собирать нечто в единую консоль, и у нас тогда был такой неудачный опыт интеграции СИЭМа с тикет-менеджментом внутри компании. И особенность была какая, что СИЭМ, когда новые правила, как вы понимаете, заводишь, он фолсит. И если эти все фолсы вдруг попадают в тикет-менеджмент систему компании, которая не предназначена для того, чтобы, а, это фолс, пометить там тысячу инцидентов массово, проходили через упражнения, когда мы инциденты тысячи штук закрывали поштучно, и с тех пор мы поняли, что, ну, наверное, переводить автоматически в тикет-менеджмент компании инциденты не нужно. Я слышал, опыт у коллег был аналогичный из других соков, но я думаю, тут еще коллеги расскажут свой, скажем так, какой у них был экспириенс. Поэтому вкратце вот к этому мы подошли. А начали мы где-то, наверное, чтобы не соврать, года, ну, с 5-го, 6-го, как совокупность, что есть технологии, которыми нужно это все дело ловить, анализировать, что есть какие-то процессы, когда это нужно все-таки не сумбурно, где-то что-то появилось, и потом начинаем копать, понимать, как что делать. И люди, которые будут заниматься этим, это должны быть отдельные люди, где-то вот начало формироваться в то время. Но, учитывая количество систем информационных, глубину проникновения всех информационных технологий во все сферы бизнеса, собственно, тогда это было далеко не так ярко выражено, как сейчас. Давало ли какую-то специфику работа операторская? Все-таки сок МТС, видимо, должен чем-то отличаться от соков нефтяной компании и банковской, или это было плюс-минус похоже, по твоим ощущениям, текущим уже как коммерческого сокоподключающего разных заказчиков? Специфика, конечно же, есть, но основная инфраструктурная часть, которая внутри компании находится, то есть у нас используются практически те же технологии в корпоративной сети, технологии обеспечения IT-сервисов. У нас те же технологии предоставления доступа в информационные системы просто там по своим процессам. У нас те же технологии Microsoft, те же Unix-системы, просто они заточены под какие-то свои сервисы, есть своя специфика. Поэтому общая инфраструктурная часть, по большей части, очень родственна другим компаниям, клиентам. Но, тем не менее, есть своя специфика телекоммуникационная, то есть это те сервисы, которые предоставляют какую-то либо информацию, либо какую-то услугу абонентам. Это большая сеть, активное сетевое оборудование. Поэтому, собственно, специфика своя есть, но ядро все-таки корпоративной сети очень похоже на всех остальных. Да, понятно, спасибо. Сергей, насколько я помню, Солдатов, у тебя вообще тематика сока начиналась вообще без Сиема. Вот даже у Андрея какой-то первый Cisco Mars появлялся. Как там это все время строилось в твоих бывших работодателях? Как эволюционировало на первых годах? Я, наверное, начну с какой-то бизнесовой обоснованности. Мы все тут сразу какие-то Сиемы, значит. Я себе пообещал, и, кстати, Леша сказал, я говорю, если еще раз на этом сок-форуме будут сравнивать сока Сием, я больше сюда не приду. И вот опять Сием, Сием. Смотрите, мы стартовали с конкретной бизнес-целью. В, наверное, четвертом, пятом, шестом годах сеть моего предпредыдущего работодателя, компания TNKBP, она объединилась в единую. То есть все сервисы стали корпоративно доступными. Сеть сквозна, единый домен. Соответственно, такая технологическая идентичность, она требовала идентичного подхода к информационной безопасности. То есть набор сервиса безопасности в каждой точке должен быть примерно одинаков. Ну, потому что домен единый, неважно у вас, не обязательно с Москвой будут ломать, могут сломать с Воронежа, могут сломать с Рязани, могут сломать с Саратова, с Нижневартовска, с чего угодно. Корпоративный домен единый. И, соответственно, сервисная составляющая безопасности тоже должна быть единая. И сок это был неплохой ответ этому вызову. То есть был определенный базовый набор требований сервисов, которые должны были быть реализованы для обеспечения безопасности вот этой вот единой корпоративной сети. И для цели централизации этого набора сервисов нужна была какая-то бизнес-функция. То есть первая задача, что решались, это централизация вообще бизнес-функции. Там был мониторинг, там был анализ защищенности, именно технологический аудит. Там был контроль, тогда еще было модно, да, DLP. То есть какой-то набор базовых вещей. И дальше уже пошла экономика. Когда поняли, что нужно централизовать, чтобы это работало эффективно, да, коммуникацию упростить, чтобы коммуникацию упростить и внешне, например, с айтишниками. Будет какой-то единый человек договариваться, чем в 20 регионах, там каждый безопасник будет какую-то свою историю рассказывать. Да и айти тоже централизовалось. То, что центры компетенции появились, там цены компетенции по инфраструктуре, цены компетенции по САПу, цены компетенции по приложениям. То есть мы тоже в этом потоке центр компетенции по безопасности сделали. Сейчас это называется СОК. А вторая уже экономика. То есть дешевле посадить людей в каком-то регионе, чем рассадить их территориально с учетом разной стоимости людей по региону. Тогда еще не особо была возможна удаленка. Сейчас мы можем где угодно посадить команду и в целом застать ее работать под одним процессом. Тогда их нужно было обязательно вместе посадить. И вот под этим соусом образовался СОК. И ответ на твой вопрос наконец-то. Экономика понятна, да? Изначально, да, действительно не было СИЕМа. Были именно операционные процессы кусочные, которые просто централизовали. То есть был, например, процесс мониторинга. Алексей Викторович сказал, что СЭТ-протектор – это тоже был СИЕМ. Но вот у нас был операционный процесс мониторинга этого СЭТ-протектора. То есть находить там какие-то инциденты и пытаться их расследовать. Это вот один функциональный участок был. Потом у нас был второй функциональный участок. У нас была система контроля доступа к периферийным устройствам. Ее логи нужно было смотреть, анализировать. И потом определенные действия. Даже были инструкции написаны, что делать. Писать руководителям, что у тебя там данные сливают на флешке очень активно. Или, например, неплохо, кстати, флешечные черви детектились вот этой системой DLP. Смешно, но это тоже, в принципе, находилось. То есть были разные функциональные участки. И они распределялись по людям в соке. Например, Вася Петров. Ты занимаешься сканированием. Вот твое расписание сканирования. Сегодня ты вартовск сканируешь, завтра ты в Рязань сканируешь, завтра ты в Москву сканируешь, ты всех сканируешь. И принимаешь какие-то мероприятия по анализу этих сканов. А там Петя Петров, например, вот ты занимаешься сет-протектором эти две недели. То есть у нас была нарезка функциональных участков, и люди ротировались. Да, у них были разные консоли. Да, у них были не сильно связанные системы. Они там не лили все логи в одно место. Но это была уже функция, у которой была ответственность. И когда что-то, какие-то инциденты проскакивали, было понятно, с кого спросить. Да, круто. Спасибо большое. Сергей, ты, как я понимаю, пришел в Сбербанк ровно на интерпроцесс большой перестройки. Того, что было раньше, и то, что создавалось как-то, что было вначале на руках, и почему была, собственно, цель, наверное, пересоздать, перезапустить, эволюционировать функцию, которая, собственно, сформирована в Сбербанке сейчас. Там в 16-м, по-моему, в 17-м году. Ну да, наверное, мы такой историей не похвастаемся в банке. Мы не телеком. Здесь не хватает, наверное, на сцене ребят из Вымпела, на которых в конце 2008-2007-2005 тренировались в стране, как строить соки, в том числе и будущий Solar. Их, конечно, не хватает на сцене. Банки, наверное, все-таки были последними, кто в эту вступил в историю сокостроения, потому что пошли интеграторы, а потом подтянулись банки. Поэтому банков нет у этого десятилетней истории соков. Ну, не знаю, по крайней мере, точно я про Сбербан скажу. Ребята, может быть, с Газпромбанки чуть раньше начали, он расскажет. У нас вся эта история довертилась в 14-15-м году, когда появился более-менее полноценный Сием. И сразу стал вопрос, что до этого представляла кибербезопасность в Сбербанке в 14-м году или в 15-м. Это все-таки была больше история про эксплуатацию, история про не самое быстрое реагирование, ввиду того, что тербанков было много, и централизованность была очень низкая. Только начинали с программы централизации, поэтому очень сложно было, в принципе, реагировать. Потому что каждый тербанк – это была отдельная история со своей жизнью. Поэтому в 14-м году, как только Сием появился, в 14-15-м году, сразу возник вопрос, что нужно с этим что-то делать. И делать, наверное, правильно, потому что уже к тому моменту был достаточно серьезный опыт наработан у коллег и в телекоме, и в том числе в интеграторах. Поэтому мы сразу решили начать уже с серьезного проекта. Не пытаться что-то делать самопально, уже сделали такую серьезную историю с IBM, которая, в принципе, всем известна. Ассессмент был в 16-м году, и в 17-м мы уже начали полноценно делать процессную модель. Но если брать десятилетний цикл, то, наверное, 17-й год – это больше разговор уже о настоящем соков, 17-18-й. Потому что мы сразу резко, очень динамично начали по всем фронтам развиваться. То есть не было такого длительного гэпа. А что толкнуло к тому, чтобы вот эту ситуацию перезапускать, перестраивать, внешние факторы, внутренние? Ну, смотри, наверное, толкнула централизация. Потому что как только мы подошли к централизации, мы поняли, что текущая наша организация не готова, организационная структура не готова к тому, чтобы вот этот огромный поток информации, который встал теперь в центре, его эффективно отрабатывать. Потому что там реагированный инцидент был день-два. Ну, ни в какие ворота не идет. Больше упор был на эксплуатацию. И стало понятно, что вот с этим объемом информации ее нужно каким-то образом структурировать. Невозможно работать в хаосе. Почему и сразу стал вопрос, что нужно что-то делать с процессами. То есть каким-то образом выстраивать. И не просто выстраивать там L1, L2, L3, а делать какую-то более серьезную историю с не только там функцией реагирования, и сразу с трет-н-телом, сразу с эксплуатационной составляющей. Потому что у нас нагрузка эксплуатационная была очень высокая. Мы, в отличие от многих, наверное, соков, еще и активно занимались эксплуатацией и сопровождением всех средств защиты. Поэтому все это надо было вот увязать в единые конструкции, в единый процесс на модели. И целый год мы потратили, вот, считай, 16-й, ну да, и 16-й, 17-й год мы потратили на АССМА, на то, чтобы этот процесс на модель выстроить, и его штатную структуру под это делать все, создать. Да, спасибо. Действительно централизация и упорядочивание много где становилось стимулом. Жень, там можешь ли как-то… Ты чуть позже пришел в команду Газпромбанка, но тем не менее какой-то референс, вот как в твоей уже жизни это было устроено. Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, лично я не могу похвастаться, что стоял именно у истоков создания СОКа Газпромбанка, но точно могу сказать, что в 2011-2012 годах ассоциационный центр уже присутствовал. И, ну, наверное, стоит затронуть такой вопрос, что же тогда вообще для кредитной организации был СОК. Потому что для коммерческих СОКов это понятно, это экономика, это, так сказать, услуга, это получение прибыли. И здесь действительно можно заходить с идеей сбора событий, аналитики и, так сказать, предотвращения атак. Но что такое был банк в 2010-2011 годах, давайте вспомним для нас. Первостепенные задачи все-таки были, это большой фрод на Юриков. физики, ДБО, по сути, начинали развиваться. И, ну, большая часть это все-таки, вот по моей личной практике, это защита Юриков и работа в этом направлении. И, конечно же, если есть первостепенные задачи, немножечко другие, которые надо решить, то СОКи, СИЕМы, это для банков, наверное, большинства того времени, это все-таки, ну, некий уже уровень развития и достижения там определенного там, как бы, ну, тавтология уровня, да. Поэтому, вот, в принципе, что хотел сказать вот на тот уровень, с моим приходом в Газпромбанк, это действительно уже был, я затронул проекты по развитию стационного центра, это, наверное, немножечко уже вперед можно пойти. И что стало? Понятно, что СИЕМы есть, процессы есть, люди есть, все, наверное, уже и работает, но встают вопросы уже немножко другого характера. Ну, мы находим какое-то событие, мы коррелируем его, да, возникает инцидент, где возникает инцидент, ну, на каком-то сервере. Для руководителя какой-то сервер, это ни о чем. Ему нужно понимать, в каких процессах происходит сбой, и он хочет эту связь видеть, а еще лучше, если эта связь как-то может ложиться уже на влияние, на какие-то деньги и так далее. Вот это там первая, скажем так, задачка, которая решалась. Другая задачка, мы уже встаем над тем вопросом, а как реагировать? Можно ли максимально максимально что-то автоматизировать? Ну, например, не только руками там отписывать администратору камер сетевого экрана о блокировке какого-то IP-адреса, уже автоматизировано давать задачу скриптом на блокировку там по получению этого фида. Ну, соответственно, это уже тоже встают такие задачки. Ну и так далее. То есть мы переходим уже к большей автоматизации, так сказать, дать улучшение визуализации и, конечно же, для руководителя представление наших там результатов. Ну и в первую очередь это, конечно, там выявление мошенников, атак и так далее. Понятно, спасибо. Ты довольно важный тезис, по-моему, затронул. Вообще, про это много говорят, что на самом деле одна из болевых точек вообще работы любого там сока в том или ином виде это история про сет-менеджмент. Без понимания активов, без понимания, как компания устроена. Ну и у собственного аналитика сока никакого контекста полноценного нет, а уж тем более у бизнеса эти мистические IP-адреса в общем никакой понятной картинки ему не дают. Я вот знаю, что в Госпромбанке это была устроена вот работка с SMDB. SMDB вообще айтишная функция классическая была забрана в ИБ и введение SMDB-шной базы в общем было приземлено в подразделение соковское. Ну да, действительно это так. И на сегодняшний день мы сейчас ведем эту базу своими силами. Понятно, что есть дискаверинг инфраструктуры со стороны IT-блока, но вся информация сливается к нам и работу по связи хост, сетевая компонента, автоматизированная система проводим мы, так называемые сервисно-ресурсные модели формируя. И конечно для нас эта работа на сегодняшний день является одной из основных. Хотел бы просить других коллег поделиться, как это было устроено сейчас, было устроено, то есть все-таки это взаимодействие с IT, если да, как удалось его наладить, если функция забиралась, то опять же, как удалось вот эту всю историю в общем глубоко айтишную втянуть в ВБ-шный штат, в ВБ-шные руки и работать в этом подходе. Я поделюсь нашим опытом. Система инвентаризации и автоматического дискаверинга информационных ресурсов компании у нас тоже внедрилась где-то лет порядка 10 назад. У нас это айтишная функция. Информационная безопасность вместе с IT у нас довольно плотно взаимодействует в решении многих вопросов. Я помню, что вот лет 10 назад лично я тоже работал с айтишниками, которые допиливали систему инвентаризации. Я, учитывая там свой прошлый опыт работы в области администрирования IPM, PLC и фаерволов, я им давал рекомендации каким образом откуда собирать информацию там где что, как из арбитаблиц выгребать, где каким образом еще получать доступ к тем или иным ассетам, потому что изначально системы инвентаризации, которые ориентируются на, там, например, отклик в виде ICMP ответа, они могут не дождаться ответа от того, у кого это заблокировано в то время, как в арбитаблице будет и так далее. Поэтому это у нас все-таки функция IT, но информационная безопасность с IT у нас в очень многих вопросах плотно взаимодействует и, честно говоря, я доволен, да, у нас бывают с ними частенько конфронтации, потому что у них свои параметры доступности сервиса или скорости вывода продукта, которые иногда за счет нас все-таки немножко притормаживаются, но они тоже понимают, что это не от там синдрома вахтера происходит, а потому что все-таки там лучше сейчас немножко дольше запрягать, но дальше быстро ехать. Наверное, я расскажу, интересный опыт у коллег, кстати, первый раз вижу, чтобы СОК ввел Синдиби, это такая интересная история, действительно, много что видел, но не видел, чтобы Синдиби была в СОКе. Мы взаимодействие с IT решаем очень просто, у нас огромный пласт эксплуатации, в принципе, все средства защиты мы эксплуатируем сами, ну и, соответственно, мы настолько в контексте того, что происходит в IT, что мы участвуем во всех инцидентах, мы участвуем во всех регламентах, мы живем по всем процессам чинжа и так далее, инцидент менеджмента, в Синдиби, в полный рост, ну, то есть, вот эта функция эксплуатации нам позволяет не отрываться от реальности и не переходить вот в такую область бумажной безопасности, когда ты делаешь распоряжение и не понимаешь, как оно на земле потом будет реализовываться. Поэтому важный момент, много где эксплуатация передается в IT и информационный безопасность просто так присматривает там за правилами, за каким-то регламентом, мы вот прямо в полный рост, эксплуатируемый, поэтому всегда с IT в одной лодке. Да, круто. Серега, как в твоем разном опыте, наверное. Да, ну, смотри, я про ТНК буду все время рассказывать, про Роснефть не буду рассказывать. В ТНК функция 7DB айтишная чисто функция, то есть все активы там были перечислены, там, десктопы, которые выдавались, они выдавались со склада, они сразу регистрируются 7DB, но функция инвентаризации была моя, я даже сам писал скрипты, ну, конечно же даже, я тогда их много писал, которые лазили по свечам и смотрели, что там на портах, какие мак-адресы, и мак-адрес уже он в 7DB обозначался, и таким образом я мог сделать маппинг того, что я нашел подключенного в сеть с тем, про что IT знает. Ну, и соответственно, там стандартная тема, я мог сходить на роутер тем же скриптом, посмотреть, какой у него IP-адрес, например, у этого мак-адреса, мог сходить в логи домен контроллера, посмотреть события входа в домен, посмотреть, какой там логин, по логину мог понять, а кто это такой, там, в то же AD написано. Поэтому вот инвентаризацию всей этой истории, это функция моя, да, ну, как считаете, это часть технологического аудита, я там уязвимости по сканеру, заодно инвентаризацию сделаю, вот, а именно учет активов, это IT-шная тема, но у меня был мостик из моих баз результатов инвентаризации в IT-шной базе активов. Спасибо. Ну, хорошо, как-то исторический хост мы, наверное, затронули, хотелось дальше поговорить, наверное, про такое развитие, про эволюцию. По-моему, практически все секции, которые на сухофоруме последствиями обсуждали, сейчас все говорят про сок, именно как историю митигации хакерских атак в разных способах. Функции, которые обсуждали мы с вами, они, конечно, эту задачу тоже решают, но тем не менее, скорее, такие систематизирующие. И вот, наверное, хотел поспрашивать у вас, когда у вас вот были или не были в свое время какие-то эволюционные процессы, связанные именно с хакерскими атаками. Могу поделиться своей историей. Для нас мы начинали в 12-м году, когда, собственно, строить все это. Конечно, первые заказчики хотели, ну, на самом деле, примерно того же, о чем мы только что говорили. Это либо упорядочивание процессов, упорядочивание взаимодействия, упорядочивание контроля за ИБ, либо compliance. Заказчиков было много банковских, и тут я вот с Сергеем согласен, большинство клиентов хотела PCI DSS, красивую бумажку, но очень мало кто на самом деле думал о том, что такое сок. И уже раза два упоминаемый на сегодняшний день на разных кусках разговоров. 13-14 годов в жизнь пришел карбонак. Группировка, которая начала просто массово вытаскивать из банков деньги, ровно по причине того, что, ну, процесса нет, процесса не существует. Вектор атаки был такой, который, ну, казалось, на том этапе для классических СЗИ не очень очевидный. Фишинговый вектор, после этого использование админтула в лице админа, проникновение в инфраструктуру, ну, и вывод денег через уязвимость в процессе реализации рейсов. Ну, там, банкиры знают, кто не знает, почитайте, на хабре было хорошее материало, кто-то назвал его карбонак, кто-то анонак, но тем не менее для нас прошел некоторый ломк сознания у заказчиков, то есть банковские клиенты массово пришли подключаться к сервисам СОКа и автоматически портилет на совершенно другой подход к оказанию услуги. В нашей жизни появился threat intelligence, в нашей жизни появились инциденты заточенные именно на выявление разного рода хакерских тулов, и это заставило на самом смысле трансформировать себя внутри. Вот были ли такие переломные моменты, опять же, с внешними векторами, с внешними атаками там у кого-то, или тем не менее это все как-то развивалось, естественно, не революционно, а как-то более-менее систематически, как для вас вот не знаю в 14-15-е годы, когда на самом деле не только банки попадали под вектор угрозы, энергетика стала в зоне интереса в лице соседних государств, как сейчас принято говорить. Да, но вот просьба в том, Андрей, расскажи про свой опыт. Да, я поделюсь своим опытом. Как мы, как я уже рассказывал, СОК создавали довольно давно, довольно, скажем так, не быстро, но тем не менее все это централизовали в одно место, назовем это так. И потом мы поняли, что, наверное, можно каким-то образом монетизировать эти знания и создавать коммерческий СОК. Но при этом нужно было понимать, так, а вот у рынка должен быть какой-то драйвер. То есть, если сейчас драйверов на рынке СОКа у клиентов ощутимых драйверов довольно большое количество, то несколько лет назад это было не так очевидно. И в том числе в некоторых случаях вот клиенты просто к нам обращались, говорили, у нас тут как бы инцидент, а вы не могли бы нам помочь что-то посмотреть, проанализировать, проследовать. То есть, естественно, детали инцидентов я называть не буду. И вот приезжали, когда-то я приезжал, когда-то ребята приезжали. Мы анализировали, смотрели, и клиенты понимали, что, да, вот как в прошлой сессии у вас обсуждалось с ребятами, что взяли разок полечили, ну а потом надо, чтобы все-таки иммунизировать как-то, и клиенты понимали, что им нужно иммунизироваться с помощью СОКа. То есть, был бы вопрос, ребята, а вот это мы могли бы определить на ранней стадии. Конечно, могли бы вот в этом случае так, в этом случае так. И тогда мы поняли, что вот в принципе как минимум один из таких драйверов есть. И на базе вот такого созданного спроса мы потихоньку и стали коммерческим СОКом. Да, спасибо. Для всех остальных хакеров. Ну, Сергей, к примеру, вы начинали строить ровно уже все сразу с TI-ем, с расследованиями. Нет, у меня интересная история. Расскажу, наверное, не из 2014-2015 года, а из 2017-го. Была интересная история с Ванакраем, которой многим как бы голову на место поставил, вот в стране, в принципе. А для нас эта история была интересна тем, что мы как раз полгода были в проекте СОКовском. У нас появились только первые процессы, мы только начали как-то жить, и тут нас накрывает в мае Ванакрай. Это было, конечно, хаос, как снутри, как снаружи, вот к вопросу TI-i. Никто не мог разобраться, как это все распространяется. Все друг друга спрашивали, дай мне тушку пореверсить, в том числе в Касперске мы звонили, кто только не звонили, ко всем обращались, в общем, все были в хаосе. В общем, такой для всех, мне кажется, очень был показательный момент, когда все поняли, что нужно как-то объединяться, иначе в одиночку просто всем не выпало. Никто даже не понимал, что сканировать на периметре, чтобы понять, ты защищен или не защищен. И вот этот хаос пришел скоростный момент, когда у нас процессы были еще такие сырые-сырые. И потом, когда появился, случился Нотпетя, буквально там через несколько месяцев, очень хорошо был заметен прогресс, как вот эти два, там, по-моему, два месяца прошли, по-моему, конец июня был. Вот, насколько за эти два месяца после вот этого инцидента мая 17-го года все очень быстро собрались и поняли, что все-таки процессы, организации, и вот паника, они очень сильно, как бы паника вредит, да, процессы очень сильно помогают. И то, что мы делали с Нотпетей, уже была как бы осознанная, понятная история реагирования, понятно, куда звонить, понятно, что делать, понятно, что закрывать. Потом по осени были еще там пару-тройку шифровальщиков, но там была уже история, такое, знаешь, было ощущение, что ты уже более-менее контролируешь ситуацию. Вот 17-й год вот этими тремя заражениями для нас был очень такой показательный, и мы вот прям по ним отслеживали уровень зрелости и готовности к таким атакам. Вот к Вонокраю мы точно были не готовы. Да, на самом деле 17-й год действительно я хотел эту тему коснуться. Он, на мой взгляд, должен был как-то сильно повлиять на функции СОКО. Вот там контроль уязвимости до этого мог быть снаружи, внутри, и взаимодействие с IT могло быть самым разным, вот у кого как-то картинка сложилась. Для кого действительно Вонокрая, там Нонпетя, дальше был Баттер Эббит, действительно что-то поменял в жизни во взаимодействии, или, ну, отбились, или вообще это не наша проблема, мы СОКО мы мониторим, а то, что шифровальщик залетел, ну, так бывает. Ну, я уже говорил, могу коллегам. Да я на самом деле просто хотел поддержать Сергея, и, наверное, может быть, такую тему или вопрос поднять, но действительно, как ни странно звучит, но благодаря атакам, благодаря вирусам, да, там, шифровальщикам вообще и развивается наша отрасль, в том числе и СОКО. Вот, потому что, ну, как банки, понятно, что кто-то, наверное, подвергся атаке и реализовалась, кто-то прочитал в новостях, кто-то смог это обосновать перед руководством и, так сказать, заложить бюджет и построить то, что там строится. Поэтому, наверное, действительно, если кого-то и подстегивает реализованная атака, то, наверное, там в 80% случаев это уже, наверное, приходит новая команда и строит СОК. Ну, так, если обтрактно говорить, а не говорить там про конкретные организации, да. А по большей части те команды, которые, наверное, строили, их подстегивали именно новости, вирусы, риски, боязнь, но и, так сказать, умение донести эту информацию своевременно и корректно. Я еще хотел бы согласиться с тем мнением, что 2017 год все-таки с точки зрения создания спроса на сервисы кибербезопасности и понимания влияния кибербезопасности на бизнес, наверное, стал все-таки переломным моментом. Потому что я еще помню лет 10 назад, когда внутри компании решаются какие-то вопросы и некоторые немножко оторванные от технологической части подразделения, фактически даже хакеры ваши, ну, что эти ваши хакеры. 2017 год нам показал, что вот эти ваши хакеры могут абсолютно парализовать бизнес компании, они могут остановить заправки, потому что цифровизация бизнеса все идет и идет и развивается. Драйвер у этого собственно оптимизация, капитализация, повышение управляемости, рост компаний и при этом, учитывая проникновение информационных технологий из сопровождающей плоскости, где просто файлик в Word нужно набить или в Excel, в плоскость управления, роль этих систем все повышается и повышается, и поэтому если зашифровать тот же компьютер, на котором просто секретарь набивает файлики, да, мы потеряем работу этого секретаря, но это можно восстановить там из бэкапов файлового сервера за сутки, но если вдруг шифровальщик попадет в систему управления чем-то, что в реальном мире предоставляет ощутимые сервисы, то есть это даже кофейный аппарат тот же, это уже будет ощутимо, и вот бизнес у многих компаний тогда начал задумываться, да, все-таки это очень серьезный вопрос. Ребята, у нас сок обычно ассоциируется с мониторингом, ну это когда люди получают алерты и потом их как-то отряжат и придумывают реагирование. Ей-богу, не могу понять, как эта штука поможет против вона края, где нужно реагировать мгновенно, это только автомат сделает быстро, если там есть в прослойке человек, это сразу же работает медленно. Да, есть другие сервисы, сок, анализ защищенности, какой-то, например, Fred Intelligence тот же, да, мы там, ну просто вон на краю начался там, ну не в России, мягко скажем, да, он там в Европе начался, ну в Европе, почти в Европе, да, и как бы мы вот в лаборатории узнали, ну оттуда, и в принципе, ну как бы Россия уже была защищена в тот момент, когда она к нам пришла, поэтому как бы обновляйтесь и все будет. Я другое хотел подсветить, что по поводу, а потом, говорите. Я тебе скажу, а как узнали, да, вот мы узнали в 8 вечера, в пятницу, знаешь, вот вся Европа знала об этом в 2 часа дня, если бы мы узнали об этом в 2 часа, может быть, мы не бегали как ошпаренные в пятницу, когда уже никого нет, в 8 вечера, понимая, что что-то в стране происходит. У нас смешнее, у нас Европа пришла за центр респонсом, то есть, ну мы же в Европе тоже оказываем сервисы, они говорят, у нас тут проблемы, у нас, ну а Масычу, мы дтэктим, все хорошо. В этом-то и вся проблема, узнали бы мы там на 4 часа раньше, а если бы мы еще узнали, что нужно закрывать, то есть, сам сканер, который в принципе находит баг в эту саму уязвимость, да, он был готов там в 2 часа ночи только. Уже месяц прошел, ребята, уже прошел месяц. Месяц, это другая история с точки зрения закрытия уязвимости. Я по переломным моментом. А вот с точки зрения работы в моменте, да, в 8 вечера узнали, там с 8 до 12 все стояли на ушах, потому что никто не понимал, как и что, что конкретно нужно заказать, какой патч, а те, у кого была неподдержима винда, те вообще не понимали, чем подчеваться, потому что даже патча нет. Микрософт сделал патч на утро. Поэтому вопрос вот этой ночи, на утро был патч, но ночь прошла для всех очень-очень бурно. Патчи-то были, но давайте будем честными, то есть, когда выходит патч, ну, я не знаю, есть ли такая компания, у которой цифра 100% патчей устанавливается, ну, не знаю, даже за 2-3 месяца. Вот именно 100%, я не говорю, я не говорю о том, что там 99% с лишним, не считая чуть-чуть какого-то легоси, где у нас какие-то компенсирующие меры. Вот если бы реально патч-менеджмент на 100% был налажен во всех компаниях, вот я думаю, это бы, ну, очень сильно усложнило жизнь злоумышленникам. По инпоинтам да, по серверам нет. Вот я тебе скажу, есть такие компании, есть такие компании. Северам, потому что это может сделать такое определенное окно сервисных работ. Вот, вот, вот. По инпоинтам это можно делать. Вот, а 100, не, так, когда я говорю, говорил 100%, я имел в виду не только инпоинты. С инпоинтами понятно, инпоинт не требует постоянного включения, он никакого сервиса не оказывает, это да. То есть, вот именно 100% всей инфраструктуры. Не, ну, в любом случае, если бы было подчевание, то угрозы было бы значительно меньше. Особенно вопрос периметра всех волновал. Что первая история была с периметром, мы просто сканировали весь периметр, понимая, не торчились ли там 443 на периметре. И вот это была самая болезненная история. У вас нет биос на периметре? Нет, ну посерьезно. Как это может быть? Ты подумаешь, как бы там огромная инфраструктура. Да, по поводу переломных моментов я хотел еще заметить, что, ну, конечно, для ЛК это ДУКУ-2, там все написано, все знают эту историю душесчипательную. Собственно, наверное, СОК появился благодаря вот этой ситуации. А еще хотел подсветить такую вещь, что на самом деле ЛК, она все продукты как бы у себя использует. И вот мы пришли в 16-м году с СОКом, и мы сделали сервис МДР на базе технологий, которая в 13-м году была придумана. Это важно понимать, что в 13-м году внутри лаборатории Касперского использовался продукт, который, в принципе, делал МДР. для внутренних нужд, конечно, он там не публиковался, у нас просто те же продукты используются, но немножко другие у них конфигурации. То есть переломный ДУКУ-2, технология старая, в 16-м году ее маркетировали, превратили в оказываемый сервис, и СБЕР был одним из первых, кто это еще смотрел, еще плохо работающим, у нас было мало автоматизации, мы много телеметрии лопатили вручную, потом как раз вот эта практика лопачивания вручную превратилась в те самые ханты, в те самые AOA, в те самые коррекционные правила, которые сейчас позволяют это немножко быстрее делать. Спасибо вам. Да, спасибо. Я действительно, на самом деле, мне кажется, мы примерно про одно и то же говорим, что на самом деле прошла трансформация сознания. Сергей Ковтатов правильно говорит, что СОК про мониторинг, но мне кажется, что вот в этом диапазоне с 2014 до 2017 года в головах у всех случилось мнение, что СОК это центр экспертизы. ПУИБЭ, советчик, предсказатель, подсвечиватель, не только выявитель, но еще и как-то рассказчик про то, как завтра будет страшно. И это можно разными терминами облагать, это там венерабилити менеджмент, red intelligence, прогнозирование, все что угодно, но кажется, что вот в этом месте как-то произошло общий терминологический сдвиг, потому что из центров мониторинга все больше становилось из центров ситуационных, отвечают за ИБ совокупно. И, наверное, примерно все мы в разных апостасиях скорее такие задачи решаем вне зависимости от того, какая компания, какая отрасль, какие задачи, как мы устроены. Сейчас, наверное, хотелось бы двинуться в день текущий и так поговорить про сегодня и про завтра. Тут, наверное, попросил бы всех высказаться. Вот мы все стартовали от даты там от 11 до 17 года, сейчас мы находимся в году 21. Вот если мы говорим про, не знаю, технологический стек, наверное, в первую очередь, технологический, экспертный. Вот чем мы обросли за это годы в плане технологий, экспертизы, там, подходов и куда двигаемся дальше. Вот если кто-то готов разделиться своими условно-публичными планами, потому что в планах технологическом возникает, то там было бы интересно послушать, как вы видите текущее состояние и завтрашнее. Ну, я поделюсь. Это, конечно, будет очень скупой кусочек информации, но в целом за вот эти годы мы поняли такую вещь, что в соке под наши нужды, когда у нас есть наша команда со своей экспертизой и со своими потребностями уже внутри сформированными, нам все-таки нужна своя разработка. Невозможно, по крайней мере, у нас с небезлимитным бюджетом выехать полностью на коммерческих вещах. И наши ребята создавали некоторые продукты еще задолго до того, как коммерческие вендоры начали делать что-то, ну, более-менее съедобные и создавали это, ну, некое такое наколеночное решение, которое просто там минимальная какая-то RP-платформа сначала, которая там просто показывает инциденты. Вот ребята создали, они поняли, что вот это им нужно еще до того, как вендоры начали это продавать. Потом еще у нас возникла необходимость анализа безопасности конфигурации активного сетевого оборудования на наших масштабах, которые измеряются сотнями тысяч, если бы мы покупали коммерческое решение, цифру, ну, я себе боюсь представить, сколько бы это обошлось. Мы разработали самостоятельный свой продукт, он, естественно, имеет не столь красивый интерфейс, у него нет такого богатого количества рюшечек, фишечек, красивостей, которые имеют интерпрайз вещи, но, тем не менее, он на 100% наши потребности закрывает и он нам не обходится в миллионы долларов. И я считаю, что мы, ну, и, наверное, не только мы, многие соки в этом направлении как-никак двигаться будут. Даже если собственная разработка не является абсолютным приоритетом у сока, то все равно что-то для оптимизации мы точно будем делать и во многих случаях даже опережать коммерческих вендоров, по крайней мере, в той части, которая прям нам сейчас здесь нужна. Любой Сергеев. Здесь не очень хорошо нас сравнить, потому что мы компания, которая пишет софт, и, конечно, мы будем продолжать писать себе софт, это безусловно, но я всегда люблю говорить простыми лозунгами, что, ну, и, знаете, мои лозунги, они вот за годы работы, я, в принципе, каждый день вижу какое-то АПТ того или иного заказчика, но я знаю, что это не миф, я знаю, что хьемундриван атаки, это, собственно, растет. Я к чему все-таки говорю, что, на самом деле, если ты хочешь ловить уникальные атаки, да, то тебе край, как нужно делать уникальные технологии, ну, без этого никуда, ну, вот, опять же, вот я скажу сейчас какую-то банальную вещь, что у нас инфраструктура там, где-то, как конвейер, вот это обогащение нашей телеметрии и конвейеры там и корреляции полностью наши, то есть у нас там не стоит ни спланка, ничего такого, и это не случайно сделано. А знаете, почему? Потому что мне нужно туда быстро вносить изменения, то есть у меня фактически, у меня там полный agile, у меня CICD вот из технологии обнаружения там, у меня мой TI там с инцидентов, с расследований, он туда идет фротентелом, и он идет постоянно, и мне нужны новые, например, быстро новые технологии обработки этих данных, где какие-то банальные, может, вещи я говорю, но если кому интересно, мы можем углубиться в детали, и, ну, к сожалению, я не видел на рынке таких продуктов, которые так вот быстро могут модифицироваться под меня от российского заказчика. Я много лет работал в заказчике, лет 15, наверное, и я приходил к ним с фичами, они говорят, знаешь, у меня российский рынок это 1% вообще моей прибыли, поэтому твой CR, он будет вот, ну, где-то там стоять. Ты, конечно, матчурный парень, но ты не приоритетный. А сейчас, ну, я вообще хозяин, я прихожу, я легко обосную, вот, 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 смотрите, инциденты, вот, я хочу это делать быстрее. Я вам даже экономически сейчас покажу, насколько быстрее это буду делать, насколько меньше аналитиков вам нужно будет нанять, потому что, извините, МДАР масштабируется людьми. Ну, сейчас вот Сергея подержу. Мы за последние 3 года, даже, наверное, 4, мы в 17-м году начали активно нашу платформу перерабатывать, мы ее полностью переделали, абсолютно полностью, последний вендорский продукт, ну, иностранный, да, у нас еще остаются наши российские разработки частично, последний вендорский мы выводим через 2 недели. То есть у нас полностью переписано ядро корреляции, через 2 недели перенос правил всех завершаем, и у нас полностью свое ядро корреляции. У нас своя TI-платформа за 3 года написана, достаточно мощная, там, не знаю, кто-то может быть знаком, кто-то не знаком, но у кого будет желание, приезжайте, покажем. То есть мы тоже пошли по пути полностью переработки всего стэка. у нас платформа кибербезопасности сделана общая, но и предпосылки какие? Первая предпосылка, конечно, вот та гибкость, которую ты не получаешь на вендорском решении, вот, а второе, это, конечно, объем и масштаб инфраструктуры. Сейчас у нас 2,5 миллиона EPS. Можно вдуматься, да, сколько-то, если это посчитать в деньгах, там, вендорских продуктов, это будет там даже, просто даже деньги огромные. Вот, не говоря о том, что на таком объеме нужно еще обеспечить какую-то гибкость, это, ну, это очень сложная задача, поэтому мы перелопатили просто весь стэк, вот, и сейчас, вот, в этом году мы практически полностью отказались уже от всех вендорских продуктов. Да, очень круто. Я бы на месте вендоров бы задумался, когда крупнейшие заказчики думают о том, что их решение их не удовлетворяет, то это, наверное, повод что-то пересмотреть. Да, ну, коллеги, я, наверное, частично уже затрагивал то, что у нас сейчас функционирует и уже предыдущим рассказом немного затрагивал то, что мы модернизировались, но для нас на сегодня и там на будущее, конечно же, в первую очередь это бесперебойное функционирование, это наличие IRP, Threat and Intelligence платформы, это внедрение и использование EDR, тех технологий, которые позволяют достаточно быстро своевременно выявлять, коррелировать события. Понятно, что это сбор со всех возможных доступных источников и максимальное покрытие, но на будущее, наверное, нужно смотреть, ну, по крайней мере, нам, как банку, кредитной организации, для того, чтобы нас воспринимали не только как надзорный, некий контролирующий орган, а еще и как некий внутренний сервис, чтобы к нам отношение со стороны коллег, ну, скажем, было более доверительным, и я думаю, что вот эта вот совместная работа, она даст хороший результат. Да, спасибо. А насколько на вашу жизнь повлияла удаленка? Там, понятно, что все так или иначе на нее ушли, но, не знаю, сейчас большой тренд, а давайте возьмем по человеку в каждом городе и попробуем из них сделать сок. Вот там, для вас это ответ, для вас это решение, для вас это проблема за счет того, что люди, которые до этого были недоступны, другим работодателям теперь становятся доступны. И вот, как вы для себя команду строите? Повлияла ли пандемия на жизнь сока в плане кадров? Ну, на нас особо не повлияло, мы как работаем в большей части в офисе, так и продолжаем работать. При этом, конечно, когда вводятся определенные режимы непосещения, ну, или там объявленные были, так сказать, в кавычках праздничные дни или неработчие, я уж не помню, как их называли, то, конечно, люди работали удаленно, для этого мы технологически в целом были готовы, в начале пандемии немного поприседали для того, чтобы организовать этот удаленный доступ, но на кадровый состав я бы не сказал, у нас никаких таких изменений не было, бежать там в сторону регионов нет, наоборот, мы всех своих региональных АИБов перевели под свое крыло. со своей стороны хочу сказать, что удаленка нам принципиально не повлияла на принцип работы, просто мы поняли, что в принципе человек может работать удаленно, но при этом работать постоянно удаленно эффективно умеют единицы, все-таки специалистам нужно собираться в офисе общаться, это может быть не каждый день, но это нужно, потому что многие вопросы, которые можно решить просто там повернув голову, сприть, Вася, там вот эта штука, вот все, проходит пару секунд, при удаленке им нужно либо постоянно где-то в каком-то чатике сидеть, ну чего вряд ли кто-то делает, либо там нужно хотя бы просто написать в мессенджер, а это уже там и мысли сформулировать и прочее, ну в общем немножко замедляет процессы, и вот эта вот схема, о которой ты, Володя, говорил, что по человеку в каждом городе, на мой взгляд, вот так сок не будет работать эффективно, все-таки да, возможно частичная удаленка специалистов, и это тоже было во время там выходных Шреддингера протестировано, это даже по сути можно назвать реализацией дизастер-рекавери плана для сока, но тем не менее там на постоянку посадить по каждому человеку в городу, в разных городах, и чтобы это был один единый сок, возможно, просто я еще не умею организовать людей, чтобы они эффективно работали, но я на данный момент боюсь, что не получится сделать это настолько хорошо, как есть у нас сейчас, просто в нескольких центрах компетенций. Я бы с двух сторон на самом деле удаленку смотрел, одна сторона, когда твои сотрудники на удаленке, другая сторона, когда все остальные на удаленке, и одна и вторая для сок два вызова, потому что мы за неделю вывели на удаленку 50 тысяч человек, для банка это вообще история такая, банк вообще консервативный в этом плане всегда, в институт, и вывести 50 тысяч за неделю на удаленку для сока, это такая стрессовая история, потому что теперь все надо мониторить, как-то организовать, как-то за этим следить, это одна история была, и она позволила понять, что такие задачи мы решать можем, плотно сойти, но в такие короткие сроки можно решать. Другая задача это был сам сок, что делать с удаленкой для сока. Я теперь понимаю, что удаленка не остановит работу, здесь у меня весь сок уйдет на удаленку, я продолжу точно так же работать, для меня это там хороший опыт, но я также понимаю, что уходить на удаленку хорошо, когда люди уже плотно поработали вместе, тогда удаленка для них это такая, как бы, ну нормальное продолжение, логичное, если они не знакомы, и на удаленке только вот, как бы, приходят новые сотрудники сразу на удаленку, это конечно история такая сомнительная, ну кто-то с этим нормально справляется, кто-то не очень, вот, но когда люди хорошо друг друга знают, для них удаленка понятная история, Вася, Петя, все знаю, быстро там решается история. Но мы другие вещи попрактиковали в СОКе. К примеру, вот у меня дежурные смены заступают в разных, в основном в резервном СОКе. То есть дневная смена заступает в основном СОКе, ночная заступает в резервном СОКе. Для того, чтобы они не пересекались, и в случае, если там заражена будет одна смена, заражение, разорвать вот эту историю по дежурным сменам. Тоже такой интересный опыт из пандемии. Заодно резервный СОК не простаивает, а постоянно каждую ночь он в работе. Тоже интересный опыт из серии про удаленку. У нас, я сейчас уже абсолютно уверен, что удаленка это плюс. И я объясню почему. Вот эти все контроли, которые необходимы для организации удаленной работы, как то асинхронная коммуникация, как эффективный онбординг, эти все вещи, они исторически у нас есть. Потому что у нас люди сидят в разных часовых поясах, и они порой не видятся вообще. И вот эти все передачи смены, документирование всех коммуникаций, это очень важно для разбора полетов тех же. Это важно для понимания, кто какое решение принимал. И это важно для обучения ньюкамеров. То есть вот этот вот трекинг встреч, трекинг коммуникаций, асинхронных опять же, то, что я там написал. Я не жду мгновенного отклика, потому что человек может спать на самом деле в это время. У него может быть нерабочий день. Мы к этому готовы исторически. Поэтому для нас удаленка это вообще не проблема. Более того, она открывает возможности найма людей по всему миру. То есть сейчас я нанимаю людей в Европе, пришел мой HR, говорит, ну где мы, в каком регионе будем брать, в Германии. Я говорю, мне не важно. Он говорит, ну тогда давайте берем в Испании, потому что там хорошее трудовое законодательство, к примеру, хорошее для работодателя. То есть мне сразу открываются новые рынки, мне открываются новые возможности. И вообще хочу финализировать таким тезисом, что СОК – это процессная организация. То есть там люди, процессы, технологии, да помните, но процессы очень важны. Я бы сказал, даже они первостепенные, ну там с людьми примерно на первом уровне. И удаленка – это хорошая проверка эффективности ваших процессов. Если вы уходите на удаленку, и вы не теряете эффективность, значит процессы у вас работают. Если вам там нужно обязательно что-то, не знаю, там пинать, там стоять над головой, чтобы он работал, там не оторвал, курил, выходил мало, значит процессы не работают. Нужно что-то с этим делать. Тут, Серег, я бы немножко от себя добавлю, мне кажется, коллеги согласятся. Тут вопрос еще о размерности, численности и квалификации. Когда СОК компактный, ты говоришь, скорее экспертной команде, которая, в общем, по умолчанию самоорганизована, вот мне нет задачи питать свою третью и четвертую линию, или команду развития, у них есть задачи, они по ним работают. И своих замах я не пинаю. А когда ты выстраиваешь зонтик на тысячу человек, там, не знаю, на 300 человек, включая существующих студентов, которых, в общем, хорошо бы процессами организовать, ну и просто педички надо шлепать, для того, чтобы они работали. Вот это, конечно, чуть другой челлендж, ну, по крайней мере, по моей оценке. Онбординг и менторство. То есть онбординг и менторство, вот тебе контроль. Любая проблема, она имеет определенное решение, и это решение, оно, ну, как бы, не совсем не новое. Есть компании, которые вообще полностью удаленные, там, типа GitLab. То есть у них нет офисов, они работают все удаленно, и они, может, даже никогда не виделись вместе, кроме как вот телеворкингом. Поэтому это работает, и, ну, время покажет, это плюс. Хорошо, да. Мы все, честно, как олдскульные. Сергей, для нас некоторые new age. Посмотрим, к чему это пройдет через, там, 10 лет. Да, да, да. Как мы соберемся на 17-м сок-форуме и обсудим, расселись ли мы все по разным городам и деревням или по-прежнему собираемся в офисах. Ну, и, наверное, последним вопросом, таким рефреном, хочется бросить мостик в завтрашнюю антиплинарку. Там тематика «Выбираем новую катастрофу». Наверное, такой апокалипсис рисовать не хочется, но, тем не менее, я хочу от каждого спросить, не знаю, от одного до трех пунктов вызовов перед соком, которые вы видите впереди в связи, не знаю, с трансформациями IT, в связи с пандемией, с чем еще. Вот что у вас, как у руководителя, в голове наиболее часто заставляет вас плохо спать по ночам, и какие челленджи вы для себя видите в будущем, не знаю, на два, на три, на четыре, на пять лет? Что тревожит? Сергей, давай, наверное, тогда по порядку с тебя. Не знаю, что меня тревожит. Такой провокационный вопрос, что тревожит. Ну, я могу себя, насколько удобнее. Понятно, куда развиваться, понятно, что делать, понятно, куда идти, что тревожит. Ну, знаешь, мы для этого делаем сок, управляем, чтобы спать спокойнее по ночам. Внедряем процессы, учим людей, совершенствуем технологии, чтобы все мы ночью в холодном воду не просыпались, не понимая, что у нас там происходит сок. Поэтому, ну, не знаю, апокалиптический сценарий, наверное, не про нас. Мы люди такие операционные, мы работаем в моменте, а не фантазируем, что будет там через три, через пять лет. С точки зрения, куда развиваться сок, ну, на мой взгляд, это все-таки история, от которой мы не уйдем, это автоматизация. Вот, это автореспонс и скорость реагирования. Правильно Сергей сказал, да, невозможно там человеку бороться с фонокровием. Да, невозможно. Потому что скорость распространения этой истории намного выше, чем человек сможет руками там это все бороться. Но с этим можно бороться автоматически. И вот автореспонс, это история, на мой взгляд, такая, достаточно серьезная. Более сложная корреляция. Не простые правила, а уже сложные, контекстные, обогащение. Это то, что нас ждет в ближайшем будущем. Ну, искусственный интеллект, понятно, все в эту сторону идут. Вопрос, насколько он заменит людей, какие линии мы будем выводить, как быстро. Ну, то есть это все, что нас ждет, мне кажется, в ближайшем будущем. А с точки зрения апокалипсиса, ну, не знаю, я не пророк и тут не скажу, что нас ждет через пару лет, чего бояться. Посмотрим. Спасибо. Андрей? Я для себя вижу такие вызовы вообще, в принципе, в отрасли кибербезопасности и для СОКа в частности, которые диктует, скажем так, мировая технологическая стратегия, если это можно так назвать. Первое – это все больше и больше переезжают в облака, то есть к облачным провайдерам Amazon, Azure и другие, и облачных провайдеров тоже становится большое количество, и вот каждый переезжает туда по-своему, там есть свои вызовы безопасности, как для клиента самого, так и, собственно, для этого же облачного провайдера. Поэтому это первый вектор, в который нужно копать и работать. Второй вектор, который я вижу, то есть что нам дает мир, это глобальная цифровизация всего и вся, то есть все больше и больше переезжает в информационные системы личных данных, и поэтому, соответственно, чем больше туда переезжает, тем больше, возможно, нужно обращать внимание на то, чтобы обезопасить уже тех же самых цифровых двойников, которые у каждого из нас потихоньку создаются в разнообразных порталах. И третье, как вытекающие из первого, наверное, все-таки вот из таких совсем космических облачных целей, это безопасность того, что будет происходить в метавселенных, которых сейчас не то чтобы слишком большое количество, но количество довольно немалое, как они будут развиваться, как они будут обедняться, будут ли они обедняться в какой-то интеграционный хаб метавселенных или что-то еще будет, и туда же в эти метавселенные будет мигрировать психология человека, когда там можно будет сидеть в облупленной квартире, а в это время она делает очки виртуальной реальности, и ты в дворце. И что таким образом будет там происходить в этих метавселенных, как это будет влиять на жизнь человека в реальном мире, тоже, я думаю, вопрос безопасности там не на последнем месте. Ну, я попробую опуститься от мировых тенденций к нам. То, что я вижу и думаю, что, наверное, будет для нас для всех вызовом, это создание единой биометрической системы. То, что сейчас как бы происходит, и загоняя, ну, заводя туда людей, использование ее, конечно же, это безопасность цифровой личности, и кража, только вообще сложно вообразить, что может произойти, если происходит кража или подмена. Ну, соответственно, я думаю, что это наше светлое будущее. Ну, второй, наверное, вызов, который может также произойти, также так или иначе может быть связан с данными, ну, это наличие QR-кодов, привязка QR-кодов всем людям. Соответственно, дальше, наверное, можно представить, что это развитие будет идти не только в рамках того, что мы пользуемся там рестораном и транспортом, а, скорее всего, наверное, и финансы будут на это подвязываться. Ну, и в целом, наверное, потому что, видно, хотелось бы большей грамотности людей в области институционной безопасности и большей, наверное, какой-то ответственности от коллег, которые приходят и так или иначе работают бок о бок с нами, но периодически действительно слышишь странные вещи, там, говорить их не буду, но бывает. Поэтому, наверное, вот хотелось бы в этом направлении. Вопрос был, в чем я, в чем у меня голова болит, да? То есть, ничто нас ждет, апокалипсис, не апокалипсис, нас не ждет апокалипсис, сразу говорю, конца света не будет. Я точно знаю, да? Да, у меня голова болит, на самом деле, повышение эффективности нашей команды. Я уверен, что атаки будут появляться, я уверен, что они будут все новые и сложные, я уверен, что технологии обнаружения будут постепенно уходить в автоматику. Ну, то есть, мы не будем одни и те же атаки находить все время вручную. Ну, это очевидно, да. То есть, вот то, что там говорили, автоматический респонс, там, ну, как бы это уже придумано, называется антивирус, да. Он увидел, сразу вот респондил. Неважно, как он это сделал, на инпоинте принял решение в облаке или гибридное, на инпоинте, в облаке. Ну, как бы любой автомат, как бы он уже изобретен давно. И все новые наши там вызовы, они будут коммодизироваться, да, и уходить в антивирус. Но это не значит, что у меня не будет пропадать работа. Потому что никогда, никакая автоматизация не приводит к снижению трудоемкости. Ну, как бы я странную вещь говорю, да, но подумайте на этом получше, вы поймете, что любая там автоматизированная система просто она, как бы, переводит на другой уровень функцию, да, там, мы там будем больше видеть, глубже видеть, быстрее обнаруживать. Но то, что сократит там количество людей, нет. То есть у нас сократит, например, количество людей в моей команде, но увеличит количество разработчиков, количество математиков, которые будут придумывать там глубокое обучение. Так вот, я забочусь об автоматизации. И я сильно надеюсь, что те продукты сервиса, которые я буду предлагать, они будут адекватны уровне угрозы наших заказчиков. Спасибо. Ну что, важно, на самом деле, что никто не верит в апокалипсис. Все понимают, что у нас еще впереди много работы, и будем двигаться вперед. На этом мы, наверное, заканчиваем нашу секцию. Субтитры создавал DimaTorzok